МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедиа. С вами Надежда Фролова. Закон о проекте о запрете электронных сигарет и жидкого никотина из-за их губительного влияния на здоровье внесли в Госдуму. Отмечается, некоторые страны уже давно запретили их потребление. Ранее сообщалось, что только в Москве полиция изъяла 150 тысяч нелегальных одноразовых электронных сигарет, опасных для жизни. Контрафакт возили из Азии по поддельным сертификатам и накладным. Содержание никотина было чрезмерно высоким. Их планировали распространять через интернет-магазины. Новые правила регистрации маломерных судов и аттестации судоводителей вступили в силу 1 марта. Об этом напоминают в ангарском отделе ГИМС. Что следует знать владельцам катеров и корабликов в следующем материале. Работа инспекции по маломерным судам все больше напоминает функции сотрудников ГИБДД только на водоемах. Она отвечает за регистрацию лодок и катеров, присвоение бортовых номеров, выдачу удостоверений судоводителей и, разумеется, за наказание нарушителей. В частности, напомним, уже вступил в силу закон, согласно которому гражданина пойманного за штурвалом судна в пьяном виде решают не только удостоверения, но и водительских прав на любую технику, будь то автомобиль или трактор. По новым правилам регистрации уже невозможно снять лодку с учета по договору купли-продажи и не ставить ее опять для того, чтобы не платить налог. Сейчас собственник маломерного судна обязан обратиться в подразделение ГИМС с заявлением. Граждане, которые продают суда в органы государственной инспекции, им не обязательно приходить. Достаточно будет договор купли-продажи и судовой билет передать покупателю. Маломерные суда с текущего года, согласно этого регламента, не снимаются с учета. Происходит только смена собственника. Так, судоводитель, допустим, при продаже маломерного судна заключает договор купли-продажи и передает судовой билет. покупатель приходит в органы государственной инспекции, в любое подразделение государственной инспекции и подает эти документы для смены собственника. Также теперь присвоение бортовых номеров остается пожизненно. То есть, если маломерное судно ранее было присвоено в бортовой государственный номер, соответственно, этот номер теперь уже остается навсегда. Для прохождения техосмотра отныне можно воспользоваться сайтом госуслуг. Все так же, как и, например, для обращения в ГИБДД. По аттестации маломерных судов, замену удостоверения тоже был вопрос. Большинство граждан вынуждены были ездить в областной центр города Иркутска для замены удостоверения. Теперь эта процедура упрощена. Достаточно прийти в наше подразделение города Ангарска, улица Мира, 26, и подать заявление для замены удостоверения. Вне зависимости, где гражданин сдавал аттестацию, где получал удостоверение, он также может прийти в любое подразделение государственной инспекции, в любой город, в любой субъекте Российской Федерации и подать заявление для замены удостоверения. Замены удостоверения у нас теперь нового образца. Выдаются либо в электронном виде, либо наручно-бумажном носителе. Также и касаемо судовых билетов. Для исключения маломерного судна и соответствующего реестра заявитель, помимо заявлений судового билета, должен представить один из документов, подтверждающих основания. Также в новом регламенте приписана конкретная перечень нормативных документов, какие должны для исключения быть судны. Это еще раз повторюсь. Это если судно утратило конструкцию, утонуло, гибель его, либо смена страны покидает Российскую Федерацию. То есть по 36-му закону исключение из реестра уже не подходит. Напомним, в Ангарском городском округе сегодня зарегистрировано около 3000 судоводителей. Их число постепенно растет. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Альтернатива оздоровительному лагерю. Именно так можно назвать площадку, организованную для детей на базе танцевального коллектива «Данцер». В гостях у вожатых мальчишек и девчонок побывала наша съемочная группа. Тут скучать времени нет. Каждая минута ребят расписана. Сейчас они учатся актерскому мастерству, а позже пойдут танцевать с хореографами. Творческая площадка «Данцер Хаус» открылась только этим летом. Но мечту руководитель коллектива Елена Кокина вынашивала еще с нулевых годов. В это лето мы никуда не поехали. Забычиво с коллективом мы уезжаем куда-то далеко на какие-то конкурсы. В этом году мы съездили только коллектив на Байкал. На 10 дней тоже были танцевальные сборы. Собственно говоря, два месяца знаю, что дети на улице, особо ничем не занимаются. Но это же прекрасная возможность развиваться, продолжать общаться и учиться чему-то новому. Поэтому мы решили сделать эту танцевальную, развлекательную, творческую, спортивную площадку для тех детей, которым не удалось никуда уехать. Каждый день ребятишек начинается с бодрой зарядки. А после программы из активных интеллектуальных игр, тренингов, батлов, вокала и многого другого. Занятия для ребятишек проводят пять вожатых. Они все воспитанники и выпускники танцевального коллектива «Данцер». Я уже долгое время работаю с детьми, поэтому для меня это не составляет никакого труда. То есть коммуникацию я могу довольно быстро найти с ними, найти каждому, так скажем, свой ключик, свой подход. Им больше всего нравятся какие-то активные игры, когда можно что-то попридумывать. Но интеллектуальные игры также им нравятся, потому что это как бы меньше активности физической, но при этом умственная активность тоже работает. Вот, допустим, игры такие, как на эмоции актерское мастерство тоже, когда вот сейчас, допустим, было, то есть проявлять себя как-то им очень нравится всегда. Каждый день не похож на предыдущие программы. Рассчитано так, что занятия не повторяются, поэтому ребятишки все время удивляются новому. Пока мальчиков обучают боевым искусством, девочкам проводят мастер-классы по сценическому макияжу и прическам. Ребята ищут клады, разгадывают головоломки и проходят разные уровни и препятствия, только не за компьютером, а на свежем воздухе. Мне все нравится, здесь разные танцы, разные стили, кто-то зайчики, кто-то ежики, кто-то лисички. Здесь очень классно, круто и весело. С первых дней лета Тимофей мечтал поехать в детский лагерь, но путевку взять не получилось. Тогда через знакомых родители узнали о площадке «Дансер Хаус». Здесь каждый день отличается от другого. Организаторы нам в мессенджере скидывают фотографии, скидывают видео, показывают, как все проходит у них в течение дня. И это действительно классно. Видно, что дети прямо очень довольны тем, что они здесь находятся. Они занимаются, они здесь играют, они здесь вкусно кушают. Ну, в общем, здесь им клево. То есть, хорошая альтернатива летнему лагерю. В «Дансер Хаус» занимаются и совсем маленькие ангарчане. Программа адаптирована под любой возраст. Отличие от обычного лагеря в том, что ребенку не придется надолго расставаться с родителями. Площадка работает с понедельника по пятницу с 10 утра и до 5 вечера. Помимо развлечений и занятий спортом, ежедневно ребятишек кормят обедом. Сначала мы делаем зарядку, потом также хореография и актерское мастерство. Но каждый день разное. Чему ты здесь новому научился? Я научился говорить с закрытыми губами. Еще хочешь сюда прийти в следующем году? Да. «Дансер Хаус» – это настоящий дом для тех, кто любит активный отдых и творчество. Здесь ребята знакомятся, учатся общаться и не боятся показать себя. Присоединиться к дружной команде можно в любой день. Наша площадка еще отличается тем, что мы не привязаны к срокам. Присоединиться к нам можно в любой день. На один день, на два дня, два раза в неделю, каждый день, кроме субботы и воскресенья. То есть каждый день у нас индивидуален. У нас не повторяется программа в течение всего времени. Заготовок разных игр у нас очень много. Поэтому присоединиться можно прямо сегодня. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. Лето – это сезон для обновления вашего гардероба. Платья, юбки – это ждет вас в Мега-Хэнде по весьма лояльной цене. Если вы, конечно, его дожди. Александр Васильев рекомендует. Надоело жить без прав? Приходите в ДСАА. Обучение и подготовка водителей категории А, Б и С. Повышение квалификации водителей и подготовка по перевозке опасных грузов. Ангарская школа ДСАА. 14-й микрорайон, дом 1. Букет из летних низких цен вам предлагает Доброцен. Продукты, товары для пикника и дачи, бытовая химия и многое другое по выгодным ценам. Доброцен. Даже в летние каникулы экологическая организация «Пишура» продолжает работать. Ее воспитанники проводят различные акции. Кроме того, мальчишки и девчонки подготовили ряд познавательных видеороликов. Один из них предполагаем посмотреть. Всем привет! С вами Диана. Ингофиля и Пишура ТВ. Сегодня я вам расскажу о батарейках и о том вреде, который они наносят в окружающей среде. Итак, погнали! Батарейки сделаны из множества материалов, таких как литал, графит, пластик и так далее. Батарейки не опасны, если они лежат у тебя дома. Ты можешь хранить их довольно долго, но при условии, если они будут лежать в сухом и темном месте. Но ставят батарейки попасть в природу, как на нее начинает действовать влага, ветер и солнце. Оболочка разрушается, и из батарейки незаметно вытекают вредные вещества. Если батарейка лежит на земле, вредные вещества попадают в почву, и те, кто постоянно соприкасаются с ростей, могут отравиться из-за вредных веществ. Мы можем помочь природе, если будем собирать использованные батарейки и сдавать их на переработку. Давайте беречь природу вместе! С вами была Диана, всем удачи, всем пока! 52% россиян довольны своим летним отпуском. Это выяснилось в результате опроса одного из порталов по поиску работы. Почти столько же, 48% сказали, что наоборот, не удовлетворены своим отдыхом этим летом. При этом мужчины, участвующие в опросе, были довольны отпуском чаще женщин. Аналитики добавили, что 66% опрошенных заявили о возможности уйти в отпуск в желаемое время. У 24% респондентов такой возможности нет. Ранее большинство сограждан признали, что в отпуске предпочитают проводить время на пляже и путешествовать самостоятельно. Так, об отдыхе на пляже как любимом отпускном досуге заявили 24% опрошенных. Звание заслуженного работника физической культуры и спорта Иркутской области присвоено главному тренеру спортшколы «Ангара» Игорю Торопову. Указ об этом подписал губернатор Прибайкалья Игорь Кобзев. Свои поздравления с получением высокого звания в адрес наставника прозвучали от коллег по спортивному цеху и воспитанников. Присоединяемся к ним и мы. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Здравствуйте, это погода на канале «Ангара-Медиа» и я, Екатерина Кусюмова. В Байкальске 19 июля пасмурно, возможен дождь. В обед температура воздуха составит плюс 16 градусов, в темное время до 11. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 711 миллиметров ртутного столба. В Листвянке дождливо, днем до 20 градусов выше нуля. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 15. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «МРТ-Лидер». «МРТ-Лидер» – высокотехнологичный медицинский центр, ранняя диагностика заболеваний при помощи современного оборудования. «МРТ-Лидер» – точная МРТ-диагностика по честным ценам. Ангарск, 277-й квартал, дом 22. Телефоны 60-77-60, 60-77-70. «МРТ-диагностика» с современными и точными аппаратами в центре «МРТ-Лидер». Специалисты «МРТ-Лидер» проводят высокотехнологичные исследования. Ведь вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения. Диагностика без очередей в удобное для посетителя время. Диагностический центр «МРТ-Лидер», 277-й квартал, дом 22. А теперь о погоде в Ангарске. Во вторник пасмурно, возможны осадки. Днем 18 градусов тепла, ночью плюс 13. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале «Ангара-Медиа». А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин